Привет всем, кто любит вкусно жить и вкусно кушать. Меня зовут Зураб, а соответственно вы на канале Кухня с акцентом. И сегодня у нас ребрышки. На самом деле у нас приступно мало ребрышек на канале, учитывая сколько уже нас и как давно канал, у нас всего два рецепта, по-моему, или три. Так что со временем мы это будем исправлять, так как ребрышек, десятки рецептов, друзья, и каждый может найти тот рецепт, который ему понравится. И сегодня я вам покажу рецепт, который приготовить очень просто, а на выходе получается невероятная вкуснятина. Поехали! Для того, чтобы сделать это блюдо, соответственно, нам нужны ребрышки. И я их уже хорошенько помил, сейчас нам нужно их почистить. Вот эту пленку, которая внутри, надо снять. Эта мембрана, друзья, она очень плохо пропускает вкусы. То есть она такая достаточно плотная, и у вас получится, что верхний слой этих ребрышек, он как бы напитался специями, вкусный, а нижний слой, где была эта мембрана, он такой пресный и остался, невкусный. Еще после приготовления эта мембрана довольно невкусная, жестковатая может стать. А еще третий момент, то что к этой мембране плохо пристают специи. Например, мы сейчас намажем, и вот здесь, где мясо, там будет, знаете, такой полный контакт, специи прилипнут к мясу, напитаются, отсюда это все спадает. А потом, когда вы в соусе тоже будете обваливать ребрышки, вот отсюда соус будет спадать, а нам этого не надо. Так что мембрану просто удаляем, она тут реально не нужна. И удалить эту мембрану очень-очень легко и быстро. Берем ложку, смотрите, засовываете вот здесь вот ложечку под мембрану, потом чуть-чуть ее оттягиваем, эту мембрану. Вот так, с этой стороны тоже, смотрите, вот очень просто. Засовываем пальцы и просто и легко ее вот так убираем. Вуаля! Потом берем бумажные полотенца, хорошенько мясо вот так обсушиваем со всех сторон, убираем. И точно также подготавливаем все остальные ребрышки. Дорогие, ребрышки мы почистили, подготовили. Сейчас нужно подготовить специи, в которых мы ребрышки будем запекать. Кстати, все специи, вся граммовка, как всегда напоминаю, в описании к видео. И вот последний кадр этого видео тоже там закреплено, фото с рецептом. Ладно, берем сухие специи. Перемешиваем. И добавляем примерно на вот на это количество мяса 3 чайные ложки соли. Перемешиваем тщательно. И начинаем вот этой смесью специй посыпать нашу свинину, ребрышки точнее, вот так. Хорошенько так посыпьте, друзья, сделайте хороший слой, чтобы свинина стала пряная и ароматная. Вот так, потом специи легким движением прижимаем к мясу, переворачиваем. С этой стороны нужно намного меньше, чем сверху. Тут снизу меньше мяса. Опять, вот так, специи хорошенько прижали. И снизу немножко поменьше. Дорогие, возьмем сейчас пергамент. Можно, кстати, взять фольгу или фольгу или пергамент, что у вас есть. Пергамент подойдет отлично, потому что мы сейчас будем вот эти ребрышки запекать при низких температурах. Берем пергамент, расстилаем. Кладем сюда мясо. Отступ примерно 10 сантиметров с каждой стороны. 10 отсюда, 10 отсюда. И столько же, примерно 10, вот здесь в конце. И начинаем заворачивать пока одну сторону, потом другую сторону. И переворачиваем вот так. Постарайтесь, ребята, вот так плотно заворачивать. И еще один раз. Супер! Заворачиваем подобным образом все куски и отправляем ребрышки на противень. Отправляем в духовку 150 градусов полтора часа. Духовка, конечно, должна быть заранее разогретой. Дорогие, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Почти дошли уже наши ребрышки, поэтому давайте сделаем намазку. Вообще, без нее тоже можно обойтись, но как я вам часто советую, друзья, вот когда вы намазку сделаете, потом ненадолго отправите в духовку, чтобы намазка подсохла, да, вкус намного ярче. Вот это появляется, знаете, вот эта кислинка, сладость, вот эти перепады, как раз то, что нужно. Ладно, смотрите, что нам для этого надо. Берем кетчуп, тут сок одного апельсина, это чисто так для цитрусовых ноток. Уксус, можно яблочный, можно винный. Соус барбекю и очень острый соус. Но, опять-таки, соус очень острый, можете убрать, если вы острого боитесь. Горчица. Добавляем мед. Все тщательно перемешиваем. Друзья, берем сотейник, отправляем туда наш соус и нам нужно сейчас соус прокипятить вот минут 5 примерно на среднем огне. Слишком большой огонь нельзя давать, чтобы у нас тут не сгорел соус, потому что много сахара, много разных специй. 5 минут такого легкого кипения и достаточно. Дорогие, после того, как соус минут 5 прокипит, он меняет структуру и вкус. Вкус становится намного более насыщенный, раскрывается. Вот у нас уже минут 5 прокипело, можно выключать и убирать. Достаем наши ребрышки. Нам сейчас нужна доска для того, чтобы ребрышки нарезать на кусочки и потом обвалять их в соусе, который мы приготовили. Разрезаем. Будьте осторожны, чтобы руки не обшпарить. Ребята, посмотрите, какая красота просто. Нарезаем. Одно нужно попробовать, друзья. Чтобы понимали, эти ребрышки уже можно есть. Если вам не нужно, вот это лишнее сверху намазка, что-то, как я обычно всегда делаю, просто уже к столу подносите. Они невероятно сочные, просто сочнейшие. Ладно, пробуем. Обалдеть, как вкусно. Ой-ой-ой-ой. Честно, это уже шедевр. Знаете, как вкусно, как это пряно, сочно. Но сейчас мы этот шедевр доведем до совершенства. Берем соус и отправляем его к ребрышкам. Вымешиваем, чтобы вот этот соус достался каждому кусочку. Все. Видели, как ребрышки сразу соус в себя впитали? Все. Отправляем обратно в духовку минут на 10, чтобы вот этот соус немножко подсох и впитался в мясо. Друзья, еще один момент. После того, как вы соус добавляете, соус сразу впитывается в мясо. И вот это сейчас отправляют в духовку вообще необязательно. Вы можете его уже употреблять, принести к столу. Но мне, знаете, нравится, когда вот этот соус немного подсохнет сверху, становится более такой, знаете, однородный вместе с ребрами. Поэтому минут на 10 отправим, ничего не будет. Плохого ничего не случится, скажем так. Духовка. Температуру поднимаем на 180 и отправляем минут на 10, чтобы быстренько схватилась вот эта намазка. И все, ребрышки готовы. И конечно же режим конвекции включаем, чтобы подсохло еще лучше. Спустя 10 минут. Народ, взгляните, какая это красота. Друзья, вот честно, визуал. Человек, который только что поел, сделает голодным и заставит его опять кушать. Просто на это посмотрите. Вот как бы ты за диетой не следил, как бы не старался, это же сильнее. Вот посмотрите поближе. Ну что ж, пробуем. Сами ребрышки, ребят, такие пряные, невероятно сочные. А как мне вот эта намазка нравится, когда вот этот контраст вкуса, острое, кислое, сладкое. И такая, знаете, легкая сладость в конце догнала, просто как вишенка на торте. Вот честно. Ну, это как будто вот до 100% довело до максимального вкуса. Ну что ж, друзья, думаю, пора закругляться. Вы и так видите, что рецепт очень простой и получится у любого из вас. Порадуете и себя, и своих близких. Особенно вечерком посидеть там, футбольчик посмотреть, сериальчик какой-то интересный. Укрепить семейные узы, сами понимаете, это все важно. А я лично от лица нашей маленькой команды желаю вам хорошего здоровья, хорошего аппетита и мира, друзья, вокруг и в сердце тоже. Спасибо вам, до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok